Итоги приемной кампании говорят, учиться в Самаре стало престижнее. В этом году началось объединение технического университета с архитектурно-строительным. Средний балл поступления по результатам ЕГЭ составил более 65. Статус объединенного вуза опорный, и это о многом говорит. Удачно сложилось, что нам удалось сразу, в первом заходе, войти в опорные. Вы знаете, что еще раз хочу сказать, всего там 12 вузов страны. И больше пока, больше конкурсы не объявлялись. Не объявлялись, и более того, сейчас будем смотреть, как новый министр к этому еще отнесется. Опорные вузы пользуются повышенным вниманием государства, и их финансовая поддержка значительно выше. Но в ближайшие годы они должны будут подтвердить, что эти затраты не впустую. А чтобы доказать свою эффективность на перспективу, в регионе необходимо отладить систему отбора талантливой молодежи. Среди тех, кто подал документы к нам в вуз, более 600 человек участвовали в Олимпиадах. То есть это люди, которые имеют тягу к интеллектуальной деятельности, хотят соревноваться и имеют достойные звания. Победителей мы приняли троих. Трое победителей это хорошо, но, к примеру, в университет имени Королева пришло 17 медалистов Олимпиад. А в Новосибирский университет победителей пришло больше 60. Чтобы и в САМГТУ было столько же, в Самаре в этом году начинает работу Центр одаренных детей. То, что собственных платонов у нас немало, видно из большого числа научных разработок и инновационных программ. Вот одна из них. На создание высокоэффективных катализаторов губернская премия в области науки и техники присуждена группе ученых САМГТУ. Руководитель профессор Андрей Пимерзин. Спасибо за ваше внимание и финансовую поддержку научных работ, которые выполняют не только в нашем университете, но и во всех вузах Самарской области. Мы вместе с коллегами, принимая эту награду, расцениваем ее как высокую оценку нашего труда и всех ученых, объединенного теперь Самарского государственного технического университета. Спасибо. А чтобы проекты самарских ученых получили зеленый свет на самом высоком уровне, региону необходимо более весомое представительство федеральных органных власти, сформировать которое самарцы смогут на выборах 18 сентября. Олег Зверев, Максим Гусев. События.